Давайте с ней поговорим, почему у эстомы могут вянуть листья, что с этим делать. Итак, первая проблема, это наши корни ест червяк, того самого комарика, который летает у нас и мешает, да, Викуля? Поэтому, чтобы он не ел наши корни, я чуть-чуть добавляю в грунт диатомита. Тогда червяка там жить не будет. Вторая проблема, мы заливаем корневую систему, это одна из самых проблем, или грунт нерыхлый, поэтому у меня в пересадке обязательно вот здесь еще диатомит и вирмикулит. Вот, и третье, самое классное средство, это циум протект, который будет добавлять в грунт, чтобы не было глинивания корневой систему. Давай. И перемешиваем. Да. Чтобы у эстома разветвлялась, мы ее пока прищипнем сверху ножничками. Берем стаканчик, держи. Тут и дырочка, внизу мы срезали донышко. И добавляем на дно полученную смесь. Добавили. Еще один секрет, как сделать так, чтобы эстома не остановилась в росте. А вот вы пересадили, она сразу дальше пошла расти. Опудрить ее вот в этой корешке ционом для цветов. Потому что он как раз помогает очень быстро перейти в стадию роста. Ставим эстомку и по бокам тоже засыпаем. Мамка, а можно я вручечку? Давай. Все плохо. Мамочка. Мас готово. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...